Так он себя позиционировал и, конечно, сильные мира сего, которые хотят отстоять свои привилегии, капиталы и неравенства в обществе, конечно, ему мстили и всячески на него натравливали желтую прессу, обвиняли его бог знает в чем и, в общем, конечно, доставалось ему в этом смысле. Ну, он им тоже, соответственно, возвращал его вот серия, связанная с путешествием по южным морям, где уже совершенно предстает иной мир, не северное безмолвие, а экзотические острова в Тихом океане, где происходит своя жизнь, где местные жители просто раздавлены катком вот этой колонизаторской политики, где им ничего не остается или выродиться, или умереть, или под влиянием вот всех этих западных излишек, алкоголя и прочих безобразий тоже каким-то образом исчезнут. Там происходят бунты, какие-то коллизии, какие-то кровавые совершенно столкновения и обвинения в миру колониализма. Это Джек Лондон, видимо, и сам понимал, насколько остро и ярко он показывает в этих произведениях ту несправедливость, которую несет мир наживы простому человеку, живущему своим жизненным укладом. Приехали и все поломали, разогнали.